Ну что ж, ребят, мы продолжаем прохождение в Альфенштейн. С вами, как всегда, майор Бласковец и ночной житель, который пытается сейчас использовать всю канализацию грязных фашистов и что-то из этого получить. Добрались мы на такой маленькой говномашинке, которая плавает по канализации до какого-то ручника или панели управления. Сейчас нажмем и посмотрим, что из этого получится. Вижу, что какой-то большой вид шевелится. Не знаю, к чему это сейчас приведет. Но у меня есть возможность держать эту ручку. Я ее сейчас держу. Смотрим, что за винт. Ага, насколько я вижу, в винте есть какая-то пробоина. Может быть, нам надо с помощью этой пробоины проплыть на ту сторону. Посмотрим, что здесь есть еще. Дверь, как всегда, закрыта. Да, это одна, наверное, из основных проблем, то, что двери закрыты постоянно. Я бы хотел как-нибудь открывать, но, к сожалению, нельзя. Ну что ж, на счет три прыгаем в говно и плывем дальше. Плюх! Давно я, конечно, даже не то, что давно, в жизни никогда не прыгал в говно. Не хотел бы, конечно, чтобы это у меня было. Но давайте, наверное, проплывем в проеху, которую мы сделали. И посмотрим, что будет дальше. Выведем наш говноаппарат. Вижу, тут какая-то лесенка есть. И... Что у нас тут еще? Какой-то тоннель. Ну, думаю, нам сюда не забраться, потому что лестницы нету. А, нет, мы забрались. У нас еще тут одна лестница. И какая-то надпись. Ага, я должен добраться до пролива на другой стороне. Ну что ж, посмотрим, что здесь на лестнице есть. Какие-то трущобы. Возьмем пистолет на всякий случай. К сожалению, нет у нас глушителя на пистолете, что мне очень нравится. Я думаю, я каких-нибудь пару немцев здесь найду. Добавлена карта. Так, вон наш говноаппарат. На той стороне вижу броню. Но броню у меня сейчас, кстати, по нулям. Надо забрать, наверное, броню, если получится. Ага, доверху наполнено, чтобы что-то произошло. Сливаем говно со всех унитазов, которые здесь есть. Я думаю, в Германии огромное количество унитазов. И что будет? Все, нельзя, что ли, больше? Короче, наполнили. И что дальше-то? Ладно, наверное, нам дальше надо плыть. Дверь приоткрыта, а вот зайти туда нельзя, к сожалению. Больше ничего у нас здесь интересного нету. Туда я... Опа, перебрался, перебрался. Это хорошо. Я думаю, надо будет в говноаппарат опять залезать и плыть назад. Здесь, наверное, тоже залезем. Добавлена карта. Так, и надо будет, наверное, прыгать. Куда прыгать? Вот тут есть дверьки. Но, скорее всего, они закрыты. Сейчас попробуем. Эть! Не допрыгнул. Ударился я пошлое вверх. Так, ну что ж, поплыли по говну. Опа. А у нас тут мины есть. Одна. И, короче, меня сносят, да, я понимаю? А мины... Конечно, надо... Обрезать цепь. И чё, куда? Поплыла мина у нас наверх. И, скорее всего, она сейчас вот в эту решетку врежется и освободит нам проход. Отлично. Больше мин нету. Всё, вроде бы одна мина была. Мы, короче, освободили проход. Давайте, наверное, сейчас всплывем по-быстрому. К сожалению, кислород заканчивается, как ни странно. Я думал, кислород будет у нас вечный. Так, попали мы в какой-то проход. Вроде пока никого нету. Опять достаю пистолет и жду кого-нибудь. Всё, ждаю немцев. Ага, и вот, короче, доисторический повод. Это не повод, а способ открыть дверь. Какая-то отмычка. Так, открыли. И... Что у нас тут ещё? Чё-то мелькнуло. Где-то патроны были. Да, я взял патроны, хотя я их не видел. Всё, больше здесь ничего получить нечего. Пойдём дальше. Здесь у нас чё? Дверь закрыта. Ну что ж, давайте, наверное, опять нырнём в говно. Здесь тоже ни хрена ничего нету. Вот так вот в подкатике. И прыжок. Опять у нас решётка. В воде вроде бы ничего нету. Ну вот как решётку убрать? Может быть, я что-то не досмотрел? Сейчас посмотрим решётку. Может, она не целая? Так, насколько я вижу, она из дерева. Посмотрим в дырочку. Нет, ничего из неё сделать не смогу. Насколько я понимаю, здесь должна быть ещё одна мина. Только вот где она? Если здесь её нету... Может быть, я её пропустил в том месте, где я видел первую мину? Наверное, попробовать надо. Стоит вернуться назад и посмотреть ещё одну мину. Плыть будет долго. Возвратимся по берегу. Это будет намного быстрее. Прыгаем в говно. Люблю я сегодня плавать по говну. Причём говно такое уже нормальное, прозрачное. Так, поплыли, поплыли. А плыть-то тяжело. Плывём против течения. Доберёмся до вот этой вот дырки, до люка сломанного. И будем искать ещё одну мину. К счастью, здесь нет уровня усталости. Если бы был, я бы, наверное, раз из пятого только проплыв куда хотел. И ныряем вниз. Ничего у нас там нет. Наверное, надо плыть поверху, потому что я могу задохнуться. Тут минус небольшой в игре есть. Всё-таки есть какая-то реалистичность, то, что по говну плавать долго нельзя. Можно либо захлебнуться, либо нажраться. Как-то так. Чё у нас тут? Блин, ну как-то же... А, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Эта мина, которая у нас должна была открыть на вторую решётку. Сейчас мы её уберём отсюда. И поплывём, наверное, за ней. Давай, давай, всплывай, всплывай, всплывай. Немножко говнецом вбок сносит. И... Сейчас будет большой бодобум. Каждый раз, когда залазишь в воду, у тебя убирается всё оружие, из-за исключения вот этого вот огнёмёта, не огнёмёта, а сварочного аппарата. Хотя в основном только нож достаётся. Плывём мы сейчас всё. Сейчас в размашку. Просто плывём брасом, короче. А вот когда стараешься побыстрее плыть, то плывёшь в размашку. Аппарат наш мы бросили, потому что нам здесь уже не нужен, насколько я понимаю. А хотя, да, нам же говорила вот эта вот баба наша, которую мы чпокали недавно, что надо будет проплыть без автомата нашего, без машинки. Так, чего у нас тут? Отстойник под лабораторией черепа. Там было почище. Да. Наверное, череп не так часто в туалет ходит, как остальные немцы. Ему некуда, он изобретает что-то нехорошее. Выбираемся наверх. Что у нас тут ждёт? Сразу пистолет. Да, туда нельзя. Дверь должна быть... А, опять цепочка. А, кстати, нам нужно его подзарядить где-то, потому что заряд у нас уже практически на нуле. Ух, какие искры были. Что у нас тут? Какой-то люк здоровый. Немцы есть? Типа вода, да? Полупрозрачная. Здесь что? Люк какой-то. Давайте сюда сходим, посмотрим, что тут есть. Воспользоваться лифтом. А зарядить есть где зарядить? Надо зарядить. Нет, зарядить негде. Короче, ходи так. Так, здесь хороших ништяков никаких. Ага, тут какая-то дверь есть. И мы выбрались... Нет, вот отсюда я зашёл, насколько я понимаю. Может, там есть какой-то проход? Что-то какой-то люк есть, надо посмотреть. Смогу ли я сюда залезть, нет? Странно. А нахрен он здесь тогда сделал? И залезть, короче, я тоже не могу. В прыжке не получится. Ну, давайте, наверное, попробуем прыгнуть в люк. Где типа вода. И выбраться, посмотреть, что там есть нигде внизу. Возьмем песту, да это... Вот сюда я прыгать? Или сюда прыгнуть? Нет, что-то вот как-то неохота. Нет, потому что... Вот сюда вот прыгнем. Что у нас тут есть? Туннели. Плывём по туннелю. Канализация затоплена, но ещё горит свет. Это очень обычный. Вколотится, чтобы вытащить отцовские часы. И могло получиться, что у отца бы не осталось ни часов, ни сына. И чё, куда я выпрыгнул? Чё у нас тут? Да я был же вроде здесь. Или нет? Или был? Как-то странно. Так, у нас есть два прохода. Налево и направо. Что-то мне кажется, фигня какая-то. Терзает меня смутные сомнения, что я уже здесь был. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, я был здесь. Так, чё тут газетка? Газетку берём. Я здесь патроны собирал. Значит, не будем прыгать в мелкие. Хотя, может быть, я в том мелком колодце куда-то не туда поплыл. Сейчас попробуем вернуться назад. И поплыть уже в другую сторону. Я нырнул и ушёл налево. Надо будет оглядеться. Но мне показалось сюда, потому что фонари горели только там. А куда в другом месте плыть я даже не знал. Чуть-чуть бы уровень воды был пониже, и можно было идти пешком. Потому что меня немножко напрягает это плавание и вошлое. Так, поднимаемся опять по лестнице. И... Какие-то... Лифтом. Бах. Торкнула. 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 Ничего так. Нормально. Зарядим наш огнемёт. Нашу зажигалку прототивную. Странно. Вот если люди уже на месте. Ой, у нас есть глушитель. У нас есть глушитель. Это вообще класс. Сейчас будем потихоньку немцев отстреливать. И, как я понимаю, нас ждёт большая битва. Чё это такое? Чё это такое? Чё это за фигня? Чё-то какой-то аппарат дали. Может, это прицел? Нет, не то. Надо разобраться ещё немножко с управлением. Ну, он до этого же тоже так прицеливался. Пистолет так прицеливается. Мне кажется, это какой-то лазерный прицел, с помощью которого я должен прицеливаться. Только вот как его поставить туда? Так, чё-то не то нажал. Стробоскоп. Лазер Крафтерк был улучшен, снабжен модулем стробоскопа. Теперь при выстреле он будет выпускать отстрелительную вспышку, которая временно дезернирует врага. Ага, понял. Значит, это нифига не прицел. Это какая-то фигня, короче, с усилением нашего лазер Крафта. Вроде патронов у нас броня. Хотя у нас всё по максимуму, если даже собираешь больше, чем тебе надо. Ой, не то. Погоди. Не так. Вот так вот. Сейчас дырку прорежем. Для себя. Нифига не до конца. Всё, могу выйти и зайти. И надо, наверное, зарядить. Немножко зарядить. Берём наш пистолет, любимый. Так, и куда? Налево или направо? Давайте сначала налево. Посмотрим, что тут есть. Я вижу, что надо идти направо. Там огромное количество огней. Ну, проверим всё, потому что патроны нужны. Быстренько, быстренько. Начинаем ждать первого. Обнаружен сигнал 90 и 53 метра. 90 и 53. Где-то с левой стороны они должны быть. Ага, и вижу первого человека. И раз, два, три. Если он заорал, немцы спалят меня. Да, и, короче, они меня спалили. Он перед смертью решил заорать. Так, и всё. У немцев сразу же начинается так точно высылать подкрепление. Вот это вот фичка какая-то немецкая. Блин. Не вовремя он мне решил пострелять. По пистолету постучать. Есть какая-то фишка. Нам надо патроны. Патронов мало, а немцев много. Я, кстати, не пробовал, убивает ли. Да ладно, иди отсюда. Тут офицер. Ух ты, ух ты, ух ты. Блин. Сзади это же нечестно. Пить. Сзади вообще нечестно. И начинаем, короче, собирать патроны. А теперь получается как? Теперь, как во всех играх, с наклонностью, где американцы побеждают всё и вся, тупо американский агент один начинает играть против всех. Америка к этому, в принципе, двигается. Все компьютерные игры склоняются к тому, что американские персонажи имеют просто поразительную способность к выживанию. Где у нас немцы? Хорошо, что прицел становится красным. Для меня удобно, но, во всяком случае, для игры можно было бы это разработанно немножко убрать. То, что это улучшает способность видеть их где-то в темноте. Сто пуду уверен, что немцев ещё здесь до хрена. Что у нас тут? Гранату. Я не помню, на что гранату бросать. Но надо её будет научиться как-то бросать. Гранату у нас не знаю. Одна граната у нас всего. Надо будет потыкаться. Смотрим, что есть из ништяков. Так, дверь закрыта. Думаю, какие-нибудь бонусы нас здесь ожидают. В виде ещё некоторого количества немцев и каких-нибудь аптечек, что ли. Беспалево-беспалево по стеночке. Тоже закрыто. Так, 23 патрона. Сейчас попробую проверить, со скольки патронов немец ложится. Что за фигня? Нажать, нажать. Ух ты! Бежать, 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 бежать. Вот это я нажал. Отлично нажал. Так, есть граната. И... Нет, нифига. Вот тут вот, что сумеет сделать. Надо его переставить в режим лазерной пушки. Я его, кажется, убил. Зарядов, правда, нет. Да, я его убил. Да, есть! И... Дали нам Валеру Петровичу. Это хороший ствол, но... Медленный. Правда, у него, кажется, скорострельность тоже не очень. Ну, экономим наши патроны. Походим с ним. Что-то немцев как-то не особо. Я их ожидал больше. И где-то нас ждут тут наши. Надо не забывать собирать патроны. Кстати, надо подзарядиться. Надо подзарядиться. Если бы вышло два таких робота, я бы, наверное, сложил здесь кости. Так, у офицера нет ничего. Офицеры здесь ходят только с пистолетами, как истинные арийцы. У этого есть что? Хотелось бы мне еще забрать сапоги и перчатки. Что-то у него какой-то наушник тут на ухе. Да, как один из подписчиков мне сказал, он в игре у нас 1960 год. Поэтому наушники уже должны были появиться первые. Спасибо подписчику, кто мне это напомнил. Достаточно трудно запомнить во всех играх года. Это надо. Что у нас тут есть? Поезд. Эй, а где мой ствол? Эй, меня вообще-то ребят должны были здесь ожидать. Я ничего, стрелку не могли что ли переключить? Что за хрень вообще? Везде я. Все, сходи, переключи. Кстати, здесь видно, что барбан как-то крутится. Не знаю, с чем он связан. Чуть такой, но он крутится. А где-то должна быть стрелка. Только где она? Наверное, какой-то пульт управления должен быть. Где можно переключить стрелку? Где-то, наверное, наверху. Не знаю, на второй этаж поднимался, нет? Там вон пульт управления есть, камера. Надо попробовать добраться до нее. Там стопудово какая-нибудь кнопочка есть. Которая управляет всеми стрелками. Только вот как туда попасть? А, вот это стреляли по мне. А, вот это уже я ручку нажму. Ну-ка. Есть там кто? Нет. Вот в этой игре есть еще фишка. Сейчас я отпущу ручку, и дверь стопудово упадет вниз. Ну-ка. Да, я же сказал, она пойдет вниз. Так, ищем немцев. Ящики здесь разбиваются, и в них всегда что-нибудь лежит. Но обычные-то аптечки... А, нет, уже патроны дали. Это хорошо. Здесь у нас что? Ствол. Граната. Вроде бы больше ничего нету. Поднимаемся на второй этаж, и... Так, мы на втором этаже, да? Нет, ни хрена не на втором этаже. Вернулись на верх. Давайте назад, и посмотрим, что там еще есть. Какая-то дверь закрыта. Не буду я его расстреливать. Скорее всего, там аптечка, она мне не нужна. Мне все по 100. Если набираешь свыше 100, то оно постепенно снижается. Аптечка. Нет, это патроны, не аптечка. Ох, какая немка-то! С каким стволом? Наверное, тот, который был у полуробота. У него такой ствол. Хорошая немочка. Здесь что-то еще мелькало. Нож в обе руки. Во! Это, короче, получается, что я смогу кидать нож. Сейчас попробую метнуть. Не воткнулся. И... Мне нравится эта тема. То есть можно валить не с помощью пистолетов втихаре, а с помощью ножей. Это удобно. Добираемся до рубки управления. Что у нас тут? Патроны, патроны, патроны. Максимум. Какие-то бумажки. И вот она ручка. Так, патроны, усиление, аптечка. Короче, сейчас кто-то появится. Это стопудово. Блин, через решетку не могу прострелить. Давайте поиграем в ковбоев. Я похожу с одним пистолетом, поэкономлю свой боезапас. Оп, не туда, не туда, не туда, не туда. Так, кто это там такой? Ну-ка, посмотрю на него. Ну, это вроде не робот, короче. Какой-то усиленный солдат. Я в него тоже попасть не могу. Патронов, кстати, мало. Вот что такое? Это еще один пистолет, плюс 20 патронов. Ну, думаю, поиграем как бы угадай мелодию. Я вложу его с трех патронов. Давайте попробуем с четырех. Где он? Куда он делся? На ту сторону шли свою? Ну-ка, сейчас я посмотрю через стекло. А, вот один, и вот второй. Получается, правый ушел к левому. Вот давайте вот с этого, наверное, начнем. Он дверь там не будет открывать? Ну-ка. Ну, с шести. Раз, с два. А это вообще с двух. У них, наверное, какие-то баки на спине. Которые взрываются. Вроде больше никого нет. Давайте поднимемся. Спустимся вниз, посмотрим, что у них за оружие. Ну-ка, опа. Че это такое? А еще есть? Не ожидал я. Значит, кто-то ко мне решил подняться. Так, так, так. Есть еще спуск в подвал. В подвале я еще ни разу не... Броня нахрен не нужна. И... Че у нас тут? Ох ты! Видели, да? Опять вот эта хрень металлическая пришла. Вон она. Ать! Так, у меня есть два варианта. Первый вариант. Это... Это... Даже, наверное, один-единственный. Кинуть в него гранату. Блин! Беги-беги-беги-беги. Зараза. Еще один поднялся ко мне наверх. Кто-то хочет, кстати, зайти, наверное, хочет. Граната, граната. Оставь мне ее. Не выбрасывай, не выбрасывай. Мне граната нужна. Ах ты! Падаль. Давай. Я жду тебя. Давай. Ну. Давай, не ссы. Не ссы. Давай. Опа. Первый раз просто промахнулся. Патронов у меня максимум. На броне немножко израсходовался. Ты что-то будешь делать? Откуда у вас столько? Патронов-патронов нет. Опа. Два семината пришло. Возьмем автомат. Там, еще один тут, да? Ну, гранату меня. Сколько гранат? Вроде две, вроде одна вот снизу справа показывается. Короче, как вариант бросить гранату и автогеном их. Да что-то будешь делать. Так, патронов мало. Ага, отлично. Мне показалось собаке гавкой, если честно. Никто ничего не слышал про собак. Неговозство. Где роботы? Че, попадает, нет? Нет, не попадает. Вот еще один. Ну что ж, граната и автоген. Да? Оп. Че, есть один? Есть один. Так, осталось у меня, наверное, около пяти выстрелов. Но вот этого супчика... Блин, я думал он ушел. Остался вон там еще человечек. Где ты, родная? Сюда куда-то пошел. Ну, покажи свою арийскую морду. Ух ты, там что-то еще есть. Что-то там на еще роботом на дно похоже на это. На самом деле это не люди, это какие-то полумашины, что ли. Вот этот вот генерал череп, короче, он не очень хороший генерал. Он не военный, он, говорит, поученый там. Немцы же двигались такой фигней, там высшая раса, высшие люди. Поэтому он производил всякие опыта с людьми. Так, че за фигня в него стреляет? Так, я его в Робби убил, да? Нет, че-то красный горит. Это не робот ли? Постреливают, ну, и стрелов мало, но... Там вот точно человек был. Где его завалить? По ногам. По ногам псу позорному. А вот там он ходил где-то еще один робот. Да, вот он от меня стреляет. Еще можно сделать. Гранат у меня, вроде бы, нет. Да, есть 3-4 выстрела. Сейчас, вот эти вот его будут убивать, нет? Сейчас он должен взорваться, по идее. Гори в аду, гори! Сейчас должен бахнуть. Будет бы взрыв, нет? Так, заглядимся. Хорошо. Броня, стволы. Странно, что они не взорвались. Они, вроде, должны взорваться. Че у них тут? Голова лысая, что ли? Да, че-то он какой-то... Как с матрицы прочь. Не взрывается, нафига. Единственный минус этого ствола, что ходишь медленно. Эти тоже какие-то непростые. Ладно, выкинем это тяжелое говно. Посмотрим. С поездом у нас должно быть полный порядок. Стрелку мы перевели. Залезем в поезд. Не сюда. Погоди. А, вот сюда вот. И поехали. Такие беспроблемные пора за работу. Стояли, стояли. И тут началось. Перспектива какая. Вентиляция, ну да, дышать-то как-то надо. И сколько месяцев мне там пробыть, пока меня в подводную лодку положат? А туалет? Третье дымы seem to fade. Too far out of reach. For now I just miss the light. Так, ну я как понял, мы оказались в подводной лодке. Достаточно нажать кнопочку, чтобы мы вылезли из нашей торпеды и начали захватывать подводную лодку. Давайте, наверное, прервемся. И в следующей серии мы обязательно захватим всю подводную лодку. И у нас будет новая подводная лодка. Сразу же после поезда у нас появляется подводная лодка. Мне кажется, это необычно. С вами был Ночной Житель. Всем спасибо за внимание. Не забываем лайкать, подписываться. И удачи.